Глубоко уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые сенаторы, первое всего хочу поблагодарить вас за внимание к теме, мне кажется, она действительно очень актуальна и важна. Мы любим говорить про цифрофизацию, и это сейчас уже такое модное дело. Мы цифрофизируем и бизнес, и государственное управление, и образование. Но за всеми этими нашими мегапроектами стоят конкретные люди, и очень важно то, как процессы цифрофизации в конечном итоге сказываются на психологии и работе мозга современного человека. В этом направлении проводится много исследований, как в мире, так и в рамках лаборатории нейронаук и поведения человека Сбербанка, которую я возглавляю, и я хочу сегодня вам про это рассказать. Итак, первый слайд. В 60-х годах прошлого века, возможно, вы знаете этого замечательного человека, Элвина Тоффлера, который, по сути дела, является одним из авторов теории постиндустриального общества. Он рассказал нам про грядущую информационную волну, в которой мы оказались. Но проблема состоит в том, что этот великий футуролог ошибся в своем главном прогнозе. Он предполагал, что человечество, столкнувшись с новыми технологиями, не сможет пережить этот шок. И говорил о том, что это будет такой шок будущего, футурошок. Это хорошее напоминание нам, что из настоящего, когда мы смотрим вперед и даже обладаем очень серьезными знаниями, не много и не все мы можем понять как следует. Кто мог представить, что развитие событий будет происходить следующим образом? Следующий слайд. В 2000-й год появились первые смартфоны. Это было совсем недавно. И мы думали, зачем нужны эти странные штуки. Сейчас ни один человек уже не может обойтись без этого средства. Более того, он испытывает тревогу, если окажется без собственного телефона. Следующий слайд, пожалуйста. Объемы информации, с которыми мы имеем дело, растут экспоненциально. И если 10 лет назад это было меньше одного зитабайта данных, то сейчас эти цифры увеличились в 50 раз, и эта тенденция только сокращается. Я хочу обратить ваше внимание, что это не просто абстрактные данные. Это данные, которыми мы обмениваемся с вами. Следующий слайд, пожалуйста. Ежемесячно мы обмениваемся с вами почти 10 триллионами сообщений и писем. Мы сделаем 105 миллиардов запросов в Гугле. Ежедневно мы постим 2,5 миллиарда единиц контента в Фейсбуке. Это огромные данные, которыми постоянно обменивается человечество. И это кажется странным. Почему так это стало для нас важным? И для того, чтобы понять биологические настройки этого механизма, я хочу, чтобы вы посмотрели на следующий слайд. Информация также важна для нашего мозга, как важны и калории. Если мы хотим выживать, мы должны уметь идентифицировать в окружающей среде информационные стимулы. И получаем за это дофаминовое подкрепление. В результате мир страдает от ожирения, если мы говорим про калории пищевые. И мы должны сейчас уже говорить о информационном ожирении, которое поражает современного человека. Впрочем, вот эту пищевую аналогию можно продолжить и дальше. На следующем слайде я говорю о том, что мы на физическом уровне состоим из тех молекул, которые мы употребляем с пищей. Но на информационном уровне, на ментальном уровне мы состоим из той информации, которую мы употребляем. Это кажется, в общем, очень незначительной вещью. Но вот посмотрите на человека на следующем слайде. Ему в пище не хватало всего лишь одного элемента – йода. Что превратило его в карлика, сделало его физически и умственно отсталым, сделало бесплодным. Вот что такое маленькое изменение в среде. А сейчас я вам продемонстрирую такое же изменение в информационной среде. Следующий слайд. Здесь вы видите два документа. Это научная статья по нейрофизиологии и Инстаграм Бузовой. Я хочу, чтобы вы посмотрели за собственным взглядом. Когда нашему мозгу предлагаются две задачи. Задача попроще и задача посложнее. Наш мозг эволюционно выбирает задачу попроще. Следующий слайд, пожалуйста. Будущее всего двумя процентами от массы нашего тела, он потребляет 20% энергии. Это очень энергозатратный орган. Поэтому эволюционно так сделано, чтобы мы максимально упрощали потребление и решение задач. И вот что получается. Создатели контента вынуждены соревноваться друг с другом, чтобы создавать все более и более примитивный контент. Таким образом они могут выиграть внимание пользователя, потому что он не будет потреблять сложный контент просто из эволюционных настроек. И в результате мы имеем эскалацию примитивного контента. А как я вам уже сказал, этот контент определяет и нашу ментальную сферу. Следующий слайд, пожалуйста. По сути мы с вами переживаем глубочайшую трансформацию. Мы переезжаем, можно сказать, пролетаем через кротовую нору из галактики Гутенберга в галактику Цукерберга. Из галактики текстов, то есть понятийного мышления, в галактику образов, где нет уже ни аналитики, ни логики, ни понятийного мышления. Ну кто-то по этому поводу говорит, что это просто новая генерация людей, они будут более креативными. Всем, кто так рассуждает, я предлагаю исследование Кью Хи Ким. Следующий слайд, пожалуйста. Существует тест Торренста, это тест на креативность. Это тестируют детей для того, чтобы понять, насколько они креативны. Этот тест был создан 50 лет назад, уже 60. И за 50 лет у этой исследовательницы было 300 тысяч анкет, которые она смогла проанализировать и посмотреть, какова динамика креативности детей в разные периоды формирования информационного общества. И вот что выяснилось. До середины 80-х годов, когда происходил постепенный рост информации, ее доступности, креативность детей возрастала. Следующий слайд, пожалуйста. В середине 80-х годов в американском обществе стало доступно кабельное телевидение, и дети сели за телевизоры. В результате произошла стабилизация креативности. И уже с начала 90-х годов идет постепенное, но неуклонное снижение креативности наших детей. 85% детей в 2008 году, а это год, когда только появились айфоны, получили более низкие оценки по креативности, чем в 1984 году. Следующий слайд, пожалуйста. И здесь я формулирую вопрос, насколько вот это структурное изменение среды актуально для нашего мозга как такового. Следующий слайд. Это Маркус Рейчел, создатель современной, по сути дела, нейрофизиологии, потому что у нас сейчас появились возможности заглянуть в живой работающий мозг, чего мы не имели возможности делать раньше с помощью современных методов исследования. И мы выяснили, что мозг работает не так, как мы думали прежде. Здесь вот три уровня, вы видите, это три режима, в которых способен работать наш мозг. На нижней линии мозг, который работает во время потребления информации. Значит, вот сейчас вы потребляете информацию, и у вас активизирована эта центральная исполнительская сеть. В середине этого рисунка это мозг, находящийся в состоянии ориентации. И это с вами часто случается, когда вы оказываетесь в новом месте, вам нужно понять, как сориентироваться, куда двинуться. Как расположиться там и так далее. Это сеть выявления значимости. И на самом высоком уровне смотрите, как горит этот мозг. Это мозг мыслящего человека. Проблема состоит в том, что этот человек думает ни о чем. Это синдром так называемого пустого листа. С вами такое часто случается. Вам нужно создать какой-то новый документ, написать какой-то отчет и так далее. И вы испытываете очень специфическое состояние чистого листа. Вы не можете взяться за работу. Но проходит какое-то время, и вдруг текст начинает сам выходить из вас. Что происходило в эти несколько минут, пока вы собирались с мыслями? В этот момент ваш мозг загружал именно в дефолт-систему все необходимые интеллектуальные объекты, из которых потом он и создает ваши мысли. Следующий слайд, пожалуйста. Раньше мы думали, что мозг организован локально, что есть отдельные зоны мозга, которые отвечают за разный функционал. Но сейчас мы понимаем, что это распределенные нейронные сети, про которые я вам сейчас рассказываю. Следующий слайд, пожалуйста. В результате формирования этих нейронных сетей, по сути дела, у нас формируется тот сервер, который просчитывает информацию, которая хранится в вашем мозге. И чем лучше структурирован этот сервер, тем лучше вы будете думать. И процесс этот продолжается. Следующий слайд, пожалуйста. До 25 лет. То есть до 25 лет нейроны связываются с друг другом в этот сложный конгломерат нейронных связей, который обеспечивает интеллектуальную деятельность. Поэтому не зря мы ограничиваем подростков и молодых людей в принятии решений, потому что они еще не способны к этому. Их нейронные сети, отвечающие за мышление, за структурирование будущего, еще не сформировались. Но это происходит в нормальной ситуации. Но наша ситуация ненормальна. Следующий слайд. Здесь вы видите данные лаборатории Касперского, которые свидетельствуют о том, что наши и американские дети, проевропейских так сказать нельзя, до 10 лет практически 40% детей постоянно находятся онлайн. Это значит, что родители стали использовать гаджеты в качестве бобиситтеров. Они выдают ребенку гаджет, этот гаджет приковывает его внимание, и больше ребенок уже не функционирует во внешней среде, не создает социальных контактов, которые принципиально важны для него. К 14-18 годам и в Европе тенденция продолжается. И весь мир, да, все подростки мира, 60-70% молодых людей практически постоянно находятся онлайн. На следующем слайде данные лаборатории Касперского за последний год. И здесь вы можете увидеть, что 85% детей не представляют своей жизни без гаджета. Он им жизненно необходим. Если вы у него заберете, у него будет паническая атака, температурные свечки там и так далее. При этом 92% взрослых родителей, да, приучает своих детей к смартфонам и гаджетам с 4-5 лет. И, соответственно, социальные сети и прочие развлечения интернета становятся доступны еще для младших школьников. Больше 40% уже имеют свои аккаунты в социальных сетях. То есть наш мозг, который должен развиваться в естественной среде, развивается в среде цифровой, которая совершенно не предрасполагает к формированию тех нейронных сетей, про которые я вам рассказывал. Об этом следующий слайд рассказывает большое количество исследователей. Но проблема настолько пугающая, что про это боятся говорить вслух и боятся выносить на какие-то серьезные трибуны. Я очень рад, что сейчас у меня есть возможность говорить об этом с вами. Давайте следующий слайд и поговорим, собственно говоря, про механику. Каким образом получается так, что наши нейронные сети, отвечающие за мышление, перестают работать при избыточной информационной нагрузке? Следующий слайд. Нэшли Чен провела замечательный эксперимент, в котором показала, что вот те три нейронные сети, которые отвечают за мышление, за потребление информации и за ориентацию в окружающем пространстве, являются антагонистами. То есть если мы с помощью специальных устройств поддавим центральную исполнительную сеть, и сеть выявления значимости, ваша дефолт-система, отвечающая за мышление, активизируется. Напротив, если мы будем активизировать центральную исполнительную сеть и сеть выявления значимости, система, которая отвечает за мышление, будет находиться в спячке. То есть постоянное потребление информации приводит к тому, что система, отвечающая за мышление в мозге, просто не функционирует. И дальше мы удивляемся, когда говорим, что наши сотрудники, люди, с которыми мы имеем дело, не включают мозги и постоянно сидят в инстаграмах, в твиттерах и так далее, действуют стереотипно, не вникают в суть вопроса. Не надо этому удивляться. Это новая тенденция, потому что их мыслящий мозг в этот момент спит. Следующий слайд, пожалуйста. К сожалению, этим проблемы не ограничиваются, потому что эти гаджеты стали для нас постоянной игрушкой. Мы словно бы постоянно смотрим того тигра, который скрывается, значит, в зарослях, и постоянно тыркаем вот этот свой телефон. Более 80, по последним данным, уже более 80 раз в день вы начинаете телефонную сессию, среднестатистический человек. Это значит, что время каждой телефонной сессии – это через 15 минут. Как выяснила Глория Марк, нам необходимо для того, чтобы мы смогли сконцентрировать внимание и загрузить интеллектуальные объекты, нам нужно 23 минуты. 23 минуты – это то время, которое необходимо для того, чтобы ваш мыслящий мозг включился. Это ленивое существо. Он не хочет думать просто так, он хочет работать стереотипно. Ему нужно время, ему нужна концентрация, и этого времени нет, потому что в этот момент мы залезем в телефон проверять, что же там случилось. Следующий слайд, пожалуйста. К сожалению, проблема эта вовсе не исчерпывается мышлением как таковым. Дело в том, что дефолт-система мозга эволюционно формируется в рамках социальных взаимодействий. Это доказал оксфордский профессор Робин Донбар. И мы с вами хорошо знаем, что коммуникация – это важная вообще вещь с точки зрения того, чтобы люди просто думали и соображали. В аутичном состоянии это не может происходить. Но вот что происходит сейчас. Вы смотрите данные, это график Арика Сигмана, это британцы. И мы говорим, соответственно, по 1987 и 2007 год. Значит, все начинается с того, что 4 часа в день люди смотрят телевизоры, экраны какие-то, и 8 часов общаются друг с другом. Значит, в 1997 году прошел перелом. Экраны заняли столько же времени в общении, сколько и другие люди. И в момент появления Айфомана в 2007 году общение лицом к лицу составило всего 2 часа в сутки, тогда как общение с экранами превысило 8 часов. Значит, все это приводит к состоянию, следующий слайд, который называется цифровой аутизм. Значит, наши дети перестали интересоваться друг другом. Они не проникают в внутренний мир другого человека. Они легко заменяют одного человека на другого, потому что просто не видят в нем никакой специфической ценности. Следующий слайд, пожалуйста. Ну, в общем, может быть, это тоже новая реальность, но я как психиатр должен сказать, что эта новая реальность имеет свои крайне негативные последствия. Здесь вы видите драматический график. Это график корреляции между пребыванием в телефоне, в смартфоне и депрессией и суицидальными намерениями. Если человек пребывает в телефоне больше 2,5 часов в сутки, здесь вы видите перелом графика, растет его депрессивность и суицидальные тенденции. Ну, надо сказать, что кто-то таким образом прячет свою депрессию в телефоне, но для многих это является способом ощутить собственную никчемность, бессмысленность собственного существования, сравнивая себя с этой жизнью, находящейся по той стороне экрана. Следующий слайд, пожалуйста. Ну, кроме депрессии и суицидальности, все вы понимаете, что наши люди все сложнее концентрируют внимание. Израильские наши коллеги нашли замечательный, сделали замечательный эксперимент. Они сравнили людей, которые пользуются смартфонами, с теми, кто еще не пользуется. Оказывается, в наше время такие еще находятся. И если вы посмотрите на левый график на этом слайде, вы видите, что симптомы СДВГ, это дефицит внимания и гиперактивности, повышен у всех нормальных пользователей телефона по сравнению с теми, кто не пользуется смартфоном. Но куда интереснее вторая часть этого исследования, которая изображена на правом графике. После этого исследователи попросили тех, кто не пользуется смартфонами, пользоваться ими в течение трех месяцев. В результате выросло недоверие к окружающим. При этом выросло соглашательство. А самое страшное, что наросла агрессивность и негативные отношения к другим людям. Простое физическое использование телефона делает нас асоциальными людьми. Ну и дальше вишенка на этом безумном торте. Следующее исследование, это Орд и Босс провел очень масштабное исследование, в котором, значит, испытуемые, было несколько тысяч человек, заполняли тесты на мышление и креативность. Вся разница между ними... Это предыдущий слайд. Если вы можете вернуть. Да. Прошу прощения, я поспешил вперед. Все правильно. Значит, здесь показана дефолт-система. Это тоже важная составляющая. Возможно, вы знаете по своим детям, по своим коллегам, что у них сократилось так называемое дистальное видение. Они хуже заглядывают в будущее. Они хуже строят жизненные планы. Дело в том, что за создание этих жизненных планов, за представление и образ будущего отвечает та самая дефолт-система, подавление, которое мы наблюдаем в нашей современной среде. Ну и исследование. Следующий слайд, про который я уже начал рассказывать, у Орда и Босса, в рамках которого исследовалось, как физическое присутствие телефона влияет на нашу интеллектуальную деятельность. Было три группы испытуемых, которые, как я сказал, заполняли тесты на мышление и креативность. Разница между этими группами состояла только в том, где находился их телефон. В первой группе испытуемые оставили телефоны за пределами аудитории, в которой проходило тестирование. Во второй группе они держали телефон в обычном для себя месте, в кармане или в сумке. В третьей группе они держали телефон перед собой. И дальше вы видите графики подвижного интеллекта и оперативной памяти. Если телефон находится физически перед человеком, его оперативная память снижается, его подвижный интеллект, это то, что отвечает за нашу интеллектуальную деятельность здесь и сейчас, снижается. Простое физическое присутствие телефона. Почему это происходит? Это происходит по очень понятной причине. Наш мозг экономит свои силы. И если вы знаете, что рядом с вами есть устройство, в котором есть все ответы, о чем вам волноваться и зачем вам это запоминать. В следующем исследовании Сберу было показано, что это так и работает. Дизайн этого эксперимента был достаточно сложным, но коротко ситуация выглядит следующим образом. Я прошу вас запомнить какие-то утверждения, научные факты. И после предлагаю распределить их по папкам на компьютере, которые имеют название. Например, глаз страуса больше, чем мозг страуса. Ну, давайте сохраним эту информацию в папке животные. Или интересные факты. После этого пройдет какое-то время, и я наводящими вопросами спрошу, а что вы помните про страуса? И очень малое количество людей вспомнит, что его глаз больше, чем его мозг. Чуть больше вспомнит этот факт и то, что этот факт хранится в соответствующей папке. Но подавляющее большинство людей не вспомнит факта. Они вспомнят, что это лежит в папке животные. Таким образом, мы перестали хранить в своей голове информацию, которая должна принимать участие, когда мы решаем какие-то вопросы. Мы не можем учитывать все обстоятельства дела, если эти обстоятельства дела находятся в телефоне, а не у нас в голове. Таким образом, принятие решений становится все более и более драматичным. Ну что ж, я заканчиваю свое выступление и хочу расконцентрировать ваше внимание на основных выводах. Следующий слайд, пожалуйста. Значит, мы имеем несколько проблем с современным человеком. И то, что я рассказываю вам про рост информационного потребления и снижение интеллектуальной функции, это очень важная часть, но вовсе не исчерпывающая. Есть и другие фундаментальные изменения жизни человека, оказавшегося в новой цифровой среде. Прежде всего, это изменение структуры социальных связей. У нас исчезают вертикальные связи, у нас нарастают горизонтальные связи. С точки зрения нейробиологии, это значит, что человек теряет способность учиться. Потому что мы учимся эволюционно у тех людей, которые представляют для нас авторитет. Значит, у тех, кто авторитет для нас не представляет, мы имеем только собственное личное мнение, а не знание. Изменяются сами способы коммуникации, что приводит, как я вам уже сказал, к цифровому аутизму, что приводит к изменению уровня эмоционального контакта между людьми и общей разобщенности. Наконец, мы должны говорить об общей геномистической установке, которая формируется в обществе, когда работа должна приносить удовольствие, вообще все должно приносить удовольствие, и нужно постоянно получать удовольствие. При этом у людей нет образа будущего, что снижает мотивацию и не формирует у них перспективные цели. Мне кажется, что эта трансформация человека в цифровую эпоху не самым лучшим образом скажется на бизнес-процессах, на обществе, на государственном управлении и на цивилизации в целом. На следующем слайде цитата одного из самых великих современных, ныне живущих философов, Дэниела Дэнета, который риторически спрашивает, что будет плохого, если мы отдадим свою ментальную функцию, мыслительную функцию искусственному интеллекту, гаджетам и так далее. И говорит, в целом ничего плохого, если мы при этом сами сможем сохранить свою интеллектуальную функцию. И это тот вызов, который сейчас есть перед нашим обществом. На следующем слайде я коротко скажу о том, что исследования, которые мы проводим в рамках нейронаук лаборатории Сбербанка, они как раз направлены на работу с соответствующими сетями, сети выявления значимости, соответствующей практике осознанности. Мы исследуем нормы цифрового потребления, цифровой гигиены, которые могут быть адекватны для современного человека, чтобы у него сохранилась эффективная работа центральной исполнительской сети. Мы разрабатываем методики увеличения социального контакта и той коммуникации, которая позволяет делать мышление человека более системным и глубоким. Ну что ж, и последний слайд. Это мой вывод. Вы можете с ним не согласиться. Но на основании тех данных, которые мы сейчас имеем, можно говорить, что трансформация, которая происходит с каждым конкретным человеком, который стоит за нашими большими проектами, далеко не самая веселая. Она не самая веселая в особенности в отношении наших детей, которые все больше и больше покружаются в пучину цифрового слабоумия. И это интеллектуальное снижение, социальное, это сглаженность, это тот вызов, который перед нами стоит. И я боюсь, что нету простых решений, запретительные меры работать уже не будут, и мы должны, несмотря на всю сложность, найти пути решения этой проблемы для того, чтобы сохранить наше общество, нашу культуру и мир в целом. Спасибо большое за внимание. Уважаемый Андрей Владимирович, огромная вам признательность за ваши не просто очень интересные выступления, а практически важные, очень актуальные, и, может быть, где-то в сюжетах критическую информацию, которую вы нам выдали, а поскольку здесь аудитория сенаторов, тоже важных людей, я думаю, что многое сказанного вами будет востребовано. Я бы хотел попросить вашего разрешения, если, уважаемый аудитор, не возражает. Если, Андрей Владимирович, не против, ваши выступления и слайды сделать доступными для сенаторов на мобильных рабочих местах, в том числе для возможной ретрансляции ваших данных, ваших слайдов в наших аудиториях, в субъектах Федерации, потому что вы как закончили, нам без объединения усилий, нам этих простых решений здесь нет, невозможно воспротивиться, тем более преодолеть те проблемы, которые вы обозначили. Договорились таким образом? Вы не против? Спасибо большое. Надеюсь, вам это будет полезно. Спасибо большое.